Добрый день, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке математики. Мы умные, мы дружные, мы внимательные, мы старательные, мы в первом классе учимся. Всё у нас получится. Я уверена, что на уроке у вас всё получится. Вы постараетесь быть внимательными и справитесь со всеми заданиями. Тема урока – числовой луч. Сегодня на уроке будем считать в прямом и обратном порядке, в пределах десяти. Определять место числа в натуральном числовом ряду. Определять расположение отмеченных на числовом луче точек относительно друг друга. Послушайте загадку. Ежедневно по утрам он в окошко входит к нам. Если он уже зашёл, значит день уже пришёл. Да, это солнечный луч. Ребята, запомните слово «луч». Посчитаем лучи у солнышка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять лучиков. Посчитаем в обратном порядке. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Далее считаем. От трёх до восьми. От девяти до четырёх. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре. Набежали тучки. Закрыли наше солнышко. Давайте их прогоним, чтобы стало опять солнечно. А для этого нам нужно найти соседей чисел. Начнём. Соседи числа пять. Соседи числа семь. Это шесть и восемь. Соседи числа четыре. Это три и пять. Соседи числа шесть. Это пять и семь. Соседи числа два. Это один и три. Тучки улетели. И опять светит солнышко. Повторяйте за мной. Солнышко, солнышко, мы твои лучи. Быть людьми хорошими ты нас научи. Сегодня на уроке вы узнаете о новом значении слова «луч». В математике понятие «луч» тоже есть. Что же тут изображено? Прямая – это линия, которую можно продолжать в разные стороны без конца. Отрезок – это часть прямой, ограниченная двумя точками. Луч – это часть прямой, у которой есть начало, но нет конца. И в математике лучи бывают разные. Луч – сторона угла. Числовой луч. И сегодня мы знакомимся с понятием числовой луч. Смоделируем числовой луч. Для этого мы начертим прямую. Поставим точку в начале, а в конце – стрелку. Разделим луч на равные отрезки точками. Пронумеруем точки числами от одного до десяти. Мы получили числовой луч. Числа на числовом луче идут по порядку и на одинаковом расстоянии друг от друга. Все числа имеют определенное место на числовом луче. Наши друзья-помощники просят вас запомнить это правило. Мы видим на экране числовые лучи. Определите, все ли числа расположены по порядку на первом числовом луче. Верно, все числа расставлены по порядку. Называем пропущенные числа на втором числовом луче. Это два, пять, семь. Какие числа пропущены на третьем числовом луче? Три, четыре, пять, шесть. Мы запомнили все числовые лучи. Назовите предыдущие и последующие числа для числа пять. Это четыре и шесть. Четыре предыдущие, шесть последующие. Предыдущее число – это число, стоящее перед данным числом на числовом луче. Последующее число – это число, стоящее после данного числа на числовом луче. Назовите предыдущие и последующие числа для числа два. Это один и три. Один предыдущие, три последующие. А солнечный луч попал в домик к Мишутке. А что больше всего любит медведь? Правильно, мед. Наш друг заготовил мед на зиму в банках. А банки поставил на полку. Проверьте, правильно ли Мишка расставил банки. Объясните свой выбор. Нам дам числовой ряд. Один, три, два, пять, шесть, четыре, семь. Определи, есть ли в нем ошибки. Ошибки есть. Поможем Мишке? Два надо поменять с числом три, так как два следует за числом один и предшествует числу три. Четыре поставить перед числом пять, так как четыре следует за числом три и предшествует числу пять. Проверим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас все получилось. Мы правильно расставили все банки. Мишка решил поиграть в домино, но рассыпал карточки. Давайте поможем ему собрать их в порядке возрастания. Самое маленькое – один, самое большое – десять. Давайте посчитаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы! Мы справились с заданием и помогли Мишке. Назовите последующее число. Числа три. Назовите предшествующее число. Число. Число два – это один. Число шесть – это число пять. Число десять – это число девять. Молодцы! Сегодня мы узнали о числовом луче, о предыдущих и последующих числах. Справились со всеми заданиями. Урок закончен. До свидания, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok